меня на канале есть видео о префабе но нет видео о префаб варианте и давайте посмотрим что это такое например у нас есть какой-то объект и мы хотим сделать с него префаб и мы можем взять перетащить объект он у меня уже здесь есть мы можем сделать с этого объекта оригинальный префаб либо префаб вариант давайте сделаем префаб вариант и посмотрим в чем разница по сути дела мы создали похожий префаб то есть вот у меня оригинальный префаб а рядом с ним префаб вариант зачем он нужен и что это может дать во первых это удобно потому что у нас есть префаб но префаб вариант позволяет нам делать на основе одного префаба похожий префаб но с отличием например давайте я не знаю в этот префаб возьмем и уберем у него что-то какой-то меш например череп возьмем вот этот и уберем он будет такой как бы какой-то такой окей и это уже префаб вариант но если мы возьмем и в этом префабе например возьмем и уберем кость наверное или отключим ее то кость отключится и у этого персонажа ну или например мы поменяем цвет вообще любые изменения этого префаба коснуться этого префаба кроме тех изменений которые были произведены в этом префабе то есть префаб вариант позволяет нам сделать подобные объекты много разных подобных объектов у которых будут какие-то другие отличительные характеристики например у этого префаб варианта если мы возьмем и сделаем из этого префаба еще один какой-то префаб вариант назовем его как-то по-другому и сделаем его там в два раза больше то вот этот префаб вариант у нас будет такой так получается я создал несколько префаб вариантов да вот один из них будет такой маленький второй большой но это все вариация первого префаба и в первом префабе мы можем тоже что-то поменять пример если мы поменяем у этого префаба по умолчанию размера два раза больше то этот префаб тоже поменяется но не этот потому что у этого конкретно у этого был задан изначально большой размер вот я надеюсь немножко стало более понятно зачем нужны префаб варианты и всем пока